Они очень постарались, хорошо избили тебя. И только сейчас я начал понимать, насколько сильно. Пойдем, пойдем, я посажу тебя вот туда. Когда ты была маленькая, ты только ходил ко мне и пытался помочь. Ты брала меня за руку. Ты помнишь о своем? Да, ты ведь говоришь о тех днях, когда ты приходил пьяный домой. Мама, у тебя три дня не было дома. Хозяин дома постоянно звонил. Они выкинут нас отсюда. Хватит тякать. У этого человека и так много денег. Мама, отец что, не может ходить? Коленка что ли заболела? А сын, дорогуша, ты иди в комнату. Нет, мама, я хочу помочь отцу. Пойдем, отец, я помогу тебе. Молодец, доченька. Хотя бы раз за сто лет хоть польза от тебя есть. Ты меня любил никогда. Ты любил меня, как бедную собаку, которую ты нашел на улице. Знаешь, о чем мне больнее всего? Я даже на это была согласна. Я была такой счастливой. Каждую сночь я, не засыпая, ждала твоего возвращения. Что бы ты ни говорила, доченька, ты права. Я подобный, который ничего не стоит. Я не смог стать отцом для тебя и мужем для твоей матери. Если ты уйдешь сейчас, оставив мне, наверное, смерть, ты будешь права. Ведь я это заслужил. Я заслужил. Не волнуйся. Я тебя здесь не брошу. Мы вместе спасемся из этого ада. Элли, послушай, я не хотел тебя видеть. Я хотел, чтобы ты узнала правду. Я в жизни много видел девушек, которые прикидывались богатыми, чтобы встречаться с богатыми мужчинами. Но первый раз вижу мужчину, который прикидывается бедным, чтобы завоевать девушку. Тырк какой-то. Он еще и на маршруте приезжает. Знаешь, что я хочу сказать тебе? Я думаю, он этого водителя тоже с маршруткой купил. Но ты не расстраивайся. Благодаря мне ты узнала, каким подонком он является. И впредь ты не позволишь ему обижать тебя. Хватит. Ладно, хватит, брат Курай. Я все поняла. Ты оставь меня в покое. Я хочу побыть наедине с собой. Ну, я хотя бы избавился от этого подонка Ягыза. Это прорыв. Они что-нибудь с тобой сделали? Ну же, скажи, матушке. Прикоснулись к тебе? Ну, они пытались это сделать. Но у них не получилось. Я смогла спастись. Слава Всевышнему. Мама. Я спаслась благодаря ослым. Если бы не она, у меня бы не получилось. Не смей перед всеми так говорить. Тогда кто будет победителем? Она. Ты пыталась спасти ослым. Но у тебя не получилось. Ты сбежала, чтобы спасти ее, но не смогла вернуться. Ты поняла меня? Найдут ли ее или нет? Мы не знаем, чем это закончится. Вернется она или нет, но ты должна быть героем этой ситуации. Не заставляю людей думать иначе. Ладно. А где Узан? Узан вышел на ваши поиски, но не знаю, где он. Тетушка Жиледе. Узан один ушел. Последний раз рядом с ним был отец-ослым. Тетушка Жиледе, позвони. Скорее позвони ему. Эти люди опасные, пусть он не идет с ним. Прошу, позвони. Ладно, дорогая, ты успокойся. Я позвоню. Он как раз не знает, что мы тебя нашли. Заодно и об этом я скажу ему. Вы выключен телефон. Ничего не могло с ним случиться с Сибель? Нет, 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 не думай об этом. Позвони еще раз, позвони. Еще раз позвони, пусть он не поедет, да, пожалуйста. Продолжение следует... Если вы не сможете бежать отсюда, они убьют меня. Смотри. Подонок не отходит оттуда. В какой ситуации я попал? Этого человека нужно отдалить от Сада. Как же. Смотри. Я сейчас подниму всех на ноги, будто с тобой что-то случилось. Этот человек обязательно придет, чтобы узнать, что случилось. В этот момент он уйдет из Сада. И мы в этот же момент выйдем через форточку. Доченька. В течение такого времени, как же мы сбежим отсюда? Времени мало, мы не сможем. Мы сбежим. У нас нет другого выхода. Ни за чем не тут, Тарыка? Он с какой-то дешевой женщиной ушел Твою дочь недавно спасли Она так испугалась А ты с этой женщиной Хедие Решили в детективы поиграть Ее дочь тоже пропала, Сибель Нет, был бы ненормальный, если бы он не помог Любой бы человек на Мисси Тарак и так бы поступил Ничего не знаю Он слишком волнуется за эту женщину Поддерживает ее, дотрагивается, обнимает ее Да что вообще происходит? Послушай, Сибель То, что говоришь, совсем нехорошие вещи Мне кажется, ты и Тараку не говоришь, но очень разозлится А я не права? Будто не я его жена, а эта Хедия На самом деле, я не думаю, что Тарак будет связываться с женщиной такого уровня Поэтому я и молчу Но я все еще думаю о том сообщении Госпожа Сибель, ваш муж изменяет вам Я не забыла это Сибель, давай я кое-что скажу тебе Мне кажется, тебе сейчас нужно думать только о дочери своей Тебе же лучше от этого будет Ты все верно говоришь Потому что как только я тут девушку ослым найду Тарак больше не будет связываться с этой женщиной Давай что-нибудь попить нам принесу Не могу в это поверить Никто ничего не видел А я так надеялся Хедия, я не меньше тебя хочу найти ослым Ты ведь знаешь, как сильно я люблю ее, не так ли? Она для меня больше, чем мой ученик Я гнижу ей нечто подобное своей дочери Хедия Ты ведь не скрываешь это от меня, да? Ослым не... Ну хватит, молчи Если ты опять будешь спрашивать это, не говори ни слова Ослым моя дочь Моя И дочь Дженгиза Если ты проделал этот путь, чтобы спросить у меня это То ты можешь вернуть за к своей семье Я сама буду искать свою дочь Извини Субтитры сделал DimaTorzok Знаешь, что самое хорошее в том, что ты идешь на урок То, что после окончания я прихожу к тебе Ты нехорошо выглядишь, подожди, я помогу тебе Не стоит Эй, Люль Что происходит? Что с тобой не так? Почему ты странно ведешь себя? У меня дел много, ты не видишь, что ли? Внутри народа мало И начальник ушел Ну же, скажи Ты... тебя что-то разозлило? Я все узнала Абсолютно все Доволен? Субтитры сделал DimaTorzok Это поможет мне Помогите Здесь кто-нибудь есть? С моим отцом что-то случилось Моему отцу очень плохо Позовите кого-нибудь, пусть помогут Помогите Он идет Давай Подожди, я посмотрю Не отключайся от своего места Он возвращается обратно Мне нужно сильнее кричать Кто-нибудь Кто-нибудь Помогите Мы им у вас очень плохо Пожалуйста, помогите Черт, а что происходит? Что будем делать? Послушай, как только он зайдет Мы накинемся на него Хорошо? У нас нет другого выхода Дочь, ты с ума сошла? У нас хватит сил на этих людей Хватит, отец Хватит Нас должны найти силы для этого Ну же Эй, шакалы Думаете, я поведусь на это? Викинг, то что у тебя в руках? Викинг, бейстрай А ты назад отойди Значит, сбежать собирались, да? Вы от кого сбежать-то хотите? Эй Эй Где эта девушка? Отвечайте, где девушка? Саид, сюда беги Саид, сюда беги Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возьми девушку Да нет, никуда я не поеду Пусти меня Пусти меня Думаешь я оставлю тебя здесь? А с потоком что он делает, брат, я убью его Нет Пустите его, я умоляю вас Я сделаю все, что вы захотите Но не убейте ему, я прошу вас Не убивайте его Замолчи, брат Прошу тебя, дай нам уйти Мы никому ничего не скажем, обещаем Молчи, молчи Ты чего ждешь? Иди посмотри, что там ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас немного вилок, которые похожи на описание вашей дочери Мы все посмотрим, но это займет много времени, к сожалению Это туман, что ли? Кажется, что-то горит Не думаю, что это что-то серьезное Молодежь обычно любит устраивать такие мини-поджоги Ну а господин полицейский, как мы можем вам помочь? Если надо будет, мы тоже можем осмотреть дома Шагай Не надо так сильно меня держать, шагай Шагай, быстро В темпе, в темпе, в темпе, в темпе В темпе Наверх Наверх Ты посмотрел, что там случилось? Наверх, в темпе В темпе, шагайте Где знал тот подонок? Да в темпе Брат, куда ты тащишь меня? Заходи туда, заходи Отпусти твою руку уже Заходи Садись сюда, садись А ты сюда Ни звука не ждавайте, я убью вас Не смейся Открой эту дверь, открой А ты кто такой? Открой дверь Открой дверь, открой за эту дверь Ладно, ладно, успокойся Озан Ладно, успокойся Не приближайся ко мне Озан А сон, все нормально с вами? Озан Да ты лев, брат Подонок Пойдемте скорее отсюда С тобой все нормально? Нормально все Пойдем, доченька Пойдем Не смей следовать за нами Не смей Ну же, отец Ну же Стой, я буду стрелять Беги, Аслан, беги Да я вас всех убью Это что, были звуки выстрелов? Откуда доносили звуки? Оттуда, где поджег Да Пойдемте скорее Из-за этого у меня настроение плохое С твоего позволения Я не понял Что ты узнала? Я доверилась тебе Я верила всему Что ты говорил мне Кто бы что ни говорил Я предпочла верить тебе Я думала, что я Газ не поступит Так никого не обманет А что сделал ты? Они все оказались прав Благодаря тебе Слушай, Илюль Я ничего не сделал Чтобы обидеть тебя Но если бы я захотел Я бы не смог Но у тебя ведь получилось Ты сделал то, чего я больше всего ненавижу в этой жизни Ты, смотря мне прямо в глаза Предпочел врать мне Ты посчитал меня идиоткой И никогда не... Я верила тебе Значит, я предпочла бы тебе и дальше верить Меня бы не волновало Кто бы что говорил Кто бы что ни говорил Я бы верила тебе Но я все видел своими глазами Я видела, как ты водил Ту большую, дорогую машину Ты подло врал мне Я видел вид, будто ты бедный Я идиотка Ничего не поняла Тот день, когда ты приехал ко мне в деревню Из-за того, что ты потратил деньги на поездку Я переживал Ну а какие деньги ты будешь питаться Я днями мучилась Знаешь об этом? Но ты настолько богат, что тебя даже не волнует Такие мелкие траты Эй, Люль, послушай Не смей Не смей Не будет у меня дела с таким гуном, как ты Больше никогда не появляйся передо мной Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон» Помогите, откройте дверь Помогите нам, мы в сложной ситуации Там кто-нибудь есть? Там никого нет, черт подери Пойдем отсюда Не двигайтесь Вы никуда не уйдете Никого в живых я не оставлю Успокойся Послушай, моя единственная цель Доставить эту девушку целой невердимой домой И больше ничего У нас нет никаких проблем с тобой Не надо руки пачкать в крови Уже поздно, паренек Полиция едет Да к черту эти дела Озан 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 Ты нормально? Озан Озан, ты нормально? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok